Большое дело малыми силами. Это возможно, если подойти к процессу с умом. В условиях дефицита кадров помочь сделать производство эффективным, не раздувая штат сотрудников. Задача нацпроекта производительность труда. При этом специализация предприятия и выпускаемая продукция значения не имеют. Автомобили или микросхемы, гвозди или продукты питания. Анализу и оптимизации подвергается любая производственная цепочка. Было бы желание. В программе нацпроекта «Ульяновская фабрика по производству дверей» присоединилась в январе. Но скурпулезность научного подхода специалистов регионального центра компетенций к ведению бизнеса уже оценили. Это не просто теория. Это то, что мы совместно реализуем, обучаемся, видим на практике. Приезжают действительно опытные специалисты, которые видели не одно производство, которые внедряли не на одном производстве. И это очень хорошая поддержка, на самом деле, для бизнеса. Сейчас на предприятии завершается первый этап – этап диагностики. Во время него специалисты обследуют все аспекты производства, выявляют слабые точки каждого процесса. Умный подход к ведению бизнеса. Без русского авось. Все измеряется точно – в минутах, штуках и рублях. Отстающих не гонят, а помогают подтянуться. Если, например, идет взвод солдат, то он придет к своему месту назначения с той скоростью, с которой идет самый медленный солдат. Вот узкое место – это самый медленный человек. Соответственно, если мы его не разгоним, не увеличим скорость выполнения операции на нем, процесс будет идти с той скоростью, с которой идет самый медленный участок. Дальнейшая задача экспертов – обучить руководство предприятия современным правилам организации труда, передать знания и навыки персоналу, перенести на предприятие разработанную Федеральным центром методологию. Средний результат участников программы – сокращение времени производственного процесса на 30%. Результат подстегивает. В этом году желание присоединиться к уже вступившим в программу ульяновским производителям выразили еще 14 компаний. Кроме повышения производительности труда, предприятия получат возможность предоставления льготных займов через Фонд развития промышленности в учетах сохраняющейся высокой ключевой ставки. Займ на приобретение оборудования и на развитие предприятия не превысит 6-8%.